Мы, знаете, два дня назад, нет, полтора дня назад буквально сидим в Казани ночью и смотрели ваш, ждали ваш новое видео и просто-таки купим билеты, пойдем в Москву искать вас. То есть вы специально приехали? Да, только для... Серьезно вообще. Серьезно. Серьезно. Мы хотим в Москву сегодня уехать. Да, мы хотим. Мы что-то решили. Может, ты хочешь в Москву, может, вместе поедем. Для сегодня ночи. Мы, скорее всего, так и сделаем. Просто решили, может, ну, скинемся, все зла. На халяву доедешь. Надо еще что-то придумать, партан, помимо этого. Можем привезти ему Иллерж. Иллерж у меня есть, да, я его купил. У нас есть Иллерж. Решаем, сколько у кого денег, сможем ли доехать до Амирана. Смотри, вот мы до Индии в Москве, ну, это, считай, 5 косарей на троих. Да. У меня еще... 5 косарей обратно, рублей 10 косарей. У меня где-то тысяч 5 есть. Надо 10 только на дорогу, правильно? Крышки нет от него? Есть, есть. Есть, вот. Ну, я тут вдруг поработал. Ну, заляпываешь. Всем привет, сейчас 6 утра, и мы выходим из дома. Кто-то еще пьяный, я немножко такой, более-менее. Кто-то, я поспал хоть чуть-чуть. Ну, я хотя бы не... я хотя бы трезвый, короче. Как ты? Это Артур, он выкидывает последствия вчерашнего вечера. Вот сюда должен поехать. Как думаете, пацаны, в Москве холодно? Да, мы смотрели погоду. Мы смотрели погоду. Холодно? Да. Ну, теплее, чем здесь, я думаю, в любом случае. Нет. Нет? Скажите, на сколько процентов мы сейчас готовы отказаться от поездки и не поехать никуда? В 100. Ты нас сейчас спрашиваешь? Да, вас спрашиваю. На 30. Отказаться? Да. Снимай с вашего. Привет, Александр. Привет. Ты очень отчаянен. А вы... И мы. Давайте супер искренние эмоции. Погнали в Москву! Ура! Погнали в Москву! Ну, так себе вообще. Что происходит вообще просто? Если что вырежем. Сначала мы, бля, нахуярились. Я сказал то, что я не просыпался, бухой в другом городе. Мы поехали в Москву. Ну, в смысле, мы собрались ехать в Москву. Ты же так хотел в универ, я в подмотку. Все, я пересаживаюсь. Едем, бля. Капец, ребята, туман. Жесть, просто. Здесь мы живыми доедем. Да. По бокам вообще пропасть. Как будто просто ничего нет. Короче, мы проехали уже полпути. Мы проехали Чебоксары. Нижний Новгород. Сейчас, наконец, остановились на заправке. Продекламирую. Продай мне тапочки. Продай мне тапочки. Брат, купи тапочки. Лучше не найдешь, честно. Отличный цар. Еле вы подошвы, брат. Резиновый. Резиновый, брат. Можно я продам? Деланное в России. Я лучше продам. Давай, продай мне. Короче, братан, есть тапки. Их носишь, носишь, а потом скурить можно еще. Вот, брат, и вот это. Комплект. Вот давай тапки подставь снизу. Идеальный, да, вариант? Царь бабы давать будут. Царь бабы давать будут. Сейчас вы видите Друсю, а сейчас будет Вениамин. Здравствуйте. Мы находимся у меня дома. Здесь я чаи пью. А как бы... А с другом Ваней познакомьте нас. Это мой друг Иван. Ваня, скажи... Ваня слепой. Где камера? Скажи привет всем. Скажи, Ваня, скажи привет всем. Привет всем. Ваня был немой до этого. Он сейчас заговорит. Теперь он мой. Теперь он мой. Ваня, я тебя так люблю. Все приходите ко мне на... Это, в ДК химии. А, да, ты рэпер, немой рэпер? Он разговаривает. Находимся мы сейчас где-то в Нижегородской области. Почти доехали уже. Мы уже осуществили свой план. Вот. Осталось ехать совсем чуть-чуть. И, в общем-то, мы проспались уже. Голова побаливает еще, конечно. Он сейчас в страну, еще кофе, батоны. На заправке Кирбис вообще есть все, что хочешь, как в Европе. Все, едем дальше. К камера, но надеюсь, найдем его. Все-таки мы не за это сорвались. Просто просят свои дела и поехать в Нижегородской области. Мы думали, что если мы чуть-чуть задержим, блядь, не станем, блядь. Снимать хотели, ладно? Ну ладно, я снимаю уже. Да мы никогда не поедем, короче. Надо прям тут решать и трогаться. Артур, ты в Москве? Звонили знакомому. Давай попу поедем. Ну, Москва. И только почаще бухайте, пацаны. Артур, как ваши дела спустя одну ночь в Москве? Отлично. Как поспали? Как хуительно вообще. Как ваше настроение? Пока непонятно. Пока хочется ездить. Здесь недалеко находится офис Амирана. Мы узнали адрес из его видео. Прочитали в описании. Это Пушкинская. Ну, это Пушкинская, но мы на Писку и ехали. Мы еще не там, где надо. Да, мы еще чуть не там, в общем. Сейчас нам вон туда несколько домов. Надеемся, что застанем его у себя в офисе. Попытаемся хотя бы немного поговорить. Может быть, даже просто сфоткаться, это тоже будет приятно. Хотя было бы здорово поболтать, что-нибудь обсудить. Погнали. У меня уже 5 лет запаса этого доширака. Мы, знаете, 2 дня назад, нет, 1,5 дня назад буквально сидим в Казани ночью. И ждали ваше новое видео. И просто такие, купим билеты, поедем в Москву, искать вас. То есть, вы специально приехали? Да, только для трех портрих. Серьезно? Попчаться, поговорить, узнать. Мощно. Пришли сюда, мы сказали, вам даже оставить ничего нельзя. Ну да. Вышли, расстроились, и вы выходите. Мы могли стоять ждать до ночи просто, а вы такие нам фортанули, что вы раз так и вышли. Так, а что хотели? На канале там уже в районе 200 видосов. 200? Да. Это контент качественный, в плане видео, звука, то есть, все такое. Но подписчиков никак не могу набрать. Во многих публиках покупал рекламу, у многих блогеров покупал рекламу. А сам вот какой вывод думаешь? Ну, вывод, я считаю, что я мало артистичный, наверное, какой-нибудь. Именно какой-то связи нет, истории какого-то. Именно контента, качества контента, мне кажется, не хватает. Ну, а проба у меня? Ну да, вот мы сейчас, ребята, поменяли еще формат в плане каких-то игр, там, каких-то шоу, рубрик. Трешовых. Да, трешовых всяких, там. Животных брали, отложили в бокс и искали их с закрытыми глазами, там. Или, например, взять, сорваться, уехать в Москву, Камерана. Вот, тоже. Ну, тогда в заголовке не забудьте написать дневник «Хача», это добавляет просмотра. Ну да, мы, кстати, вот так вот. Поэтому и поехали, да, чтобы не просто написать, чтобы хоть пару кадров было. Ну, хотя бы, да, вот. Слушайте, ну, по советам я ничего не могу сказать, потому что я не видел вашего контента. Ну, а в целом могу только сказать, если 200 видео отснято и нет результата, значит, надо что-то точно менять. Ну, мы вот и хотим что-то менять. Единственное, что в основном что делают? Все берут самых популярных и их пытаются скопировать, смоделировать. Как правило, ничего не получается. Либо получается там 10-20% от примера, которого подражаешь. А почему не получается так же? Потому что, ну, нет души и нет хотя бы видимости того, что это что-то свежее и новое. То есть там зритель хотя бы должен чувствовать, что вот он это видит только здесь, в таком виде, и не видит больше нигде. А когда, например, все стали там… Там Виталик, когда начал делать пранки, Виталик за детей, это было круто. Два-три года спустя, когда начали еще другие люди делать пранки, это было круто. А когда на сегодняшний день делают все пранки, и плюс еще у них репутация не очень хорошая, это уже не просто не круто, это уже никому не интересно. Поэтому то же самое и везде. Как только ты начинаешь копировать и подражать кому-то, ничего это особо не проется. Но вы как-то сами дошли до оригинальной какой-то идеи? Точно так же, как и ты. У меня же были до этого тоже и проекты, и каналы, которые были неуспешными, и просто холостую видосы снимались. В процессе просто находишь что-то свое. А посоветовать в плане, пожалуйста, куда вложиться в рекламу лучше? Да никуда. Контент сначала придумали интересный. YouTube сам тебя будет рекламировать. Одну-две коллаборации вот так хватает за глаза, чтобы понять, нащупал ты свой контент или нет. Ну вот сейчас там, например, время от времени я кого-то снимаю, кому чьи-то каналы показываю. Там же сразу видно, заходит это или нет. Потому что там и подход изначально такой, чтобы предложить зрителю что-то новое, интересное. Я бы мог убрать со всех деньги и показывать все каналы. Потому что желающих пропиарить свой канал у меня очень много. Но я этого не делаю, потому что не хочу губить свой канал. Зритель один раз перейдет, второй раз перейдет, а потом будет воспринимать как помоечную яму мой канал, где рекламируют все говно. Которая только есть. Короче, это на самом деле, говори-не говори, надо просто нарабатывать и нащупывать самому потихоньку. Вот вы как считаете, есть такие люди, которые до конца идут на YouTube, например, никуда не устраиваются на работу, ничем не занимаются, занимаются только YouTube. То есть нужно полностью этому отдаваться? Обязательно. Обязательно, да? Ну я этим сейчас живу. То есть вы ничем больше не занимаетесь, только каналом сами? Нет, не только каналом сами, я только занимаюсь как раз YouTube. А, ну в смысле, да, YouTube. А вот у вас сейчас получается медиа-сеть какая-то там еще, куда можно заявку отправить? Не медиа-сеть это, нет, это немножко другое. Не медиа-сеть, просто мы делаем еще ролики такие, подключить каналы. А вам можно как-то свои ролики же отправить, да, предложить? Но мы пока не занимаемся экопроектами, которые сам уже сами готовы вести. Это чуть позже будем делать. Мы делали кастинг, и никто не прислал ничего интересного. Присылали все какую-то ерунду, или то, что называется между друзьями интересно. А у нас свою аудиторию не особо интересно. О-о-о, короче, такие вот эмоции. Все расстроены, и выходит он, и вы просто, прикиньте, какое ощущение. Да, вообще круто. Я такой, я первый его заметил, я смотрю, он, потом смотрю, он-то свитер, то, что его, короче, идет. Такой, думаю, и все замолчали, видят, что он идет, и все замолчали. Нет, я сказал, что он идет, и, короче, и все стоят. Я такой, идемте, я пошел, получается, а вы, ну да, я знаю, просто я хотел сказать ему, что мы тут стоим, чтобы он не сел, не уехал в тачку. Короче, Артур, ваши эмоции. Вообще крутой мужик, очень крутой, очень интересно. Блин, я вообще не знаю, прикиньте, вот, ну, приходят же по-любому сюда такие люди, вот, как мы, да, такие, раз, и... Ну, кто-то, может, мимо проходит и наобум рассчитывает. То есть, его до сих пор не зазвиздился, не бесит, да, этого. У-у, короче, круто, да, вообще. Есть еще что сказать? Нет, пока нету эмоций вообще переполняет. Надо фоточки в Инстаграм залить, да? Да. Те, кто сомневался, сразу вдруг горды. Смотри, этот парень ставит снова рекорды. Видимо. Прикольно. Моя фото украсила твой экран. А мне вечно похуй, я вечно лечу, словно по мне вечно гидра. А-а-а. Ты помнишь меня от того молодого? Теперь сравни нас обоев. Равни нас обоев. Теперь видишь меня, видишь сверху, ведь мы играем в ковбоев. У-у-у. Душа чернеет, я как от Элла душу тебя, но это демо. Ну, давай покажи мне Родео, а. Я вижу вышку, парень, я вижу там беспитимы. Меня уже не парит, что они не верили в мои перспективы.